Представители молодой гвардии «Единой России» совместно с депутатом Госдумы Александром Толмачевым навестили ветерана Великой Отечественной войны Фёдора Юрьевича Козлова. Волонтёры помогли навести порядок во дворе его частного дома и вывезли накопленный мусор и старый хлам. Подробности расскажет наш корреспондент. Фёдор Юрьевич, мы к вам в гости. Приветствую вас. Гостям он всегда рад. Это уже не первый визит волонтёров к ветерану Великой Отечественной. Узнав, что у Фёдора Юрьевича уже несколько месяцев не работает телевизор, молодогвардейцы привезли ему новый. Помогли с установкой и подключением. Это же редкость на сегодняшний день живое общение в здравии с участниками Великой Отечественной войны. И сегодня мы здесь, общаясь, для нас каждый ветеран – это кладезь знаний, опыта, причём как профессионального, так и личного. И сегодня то общение, которое нам Фёдор Юрьевич дарит, оно бесценное. Пока депутат Госдумы настраивает телевизор, волонтёры не теряют время зря. Наводят порядок во дворе и выносят накопленные ненужные вещи. Ветеран живёт один, помочь по хозяйству некому. Эта помощь нужна не только самим ветеранам, но и молодёжи, которые видят прошлое и людей, которым мы должны быть благодарны за то, что мы вообще сейчас живём на этом свете. Я очень удивился, какой это жизнерадостный человек, и с ним очень приятно общаться. Прошёл с визистом пол Европы, награждён орденом Отечественной войны второй степени, медалями за взятие Будапешта, за освобождение Белграда и Праги. Фёдор Козлов попал в действующую армию на Третий Украинский фронт в 17 лет. По возрасту было не положено, но по-другому поступить не мог. Старшие ребята в 1925 году уже под Сталинрадом погибли. Тогда я решил, что ещё призов не было, но я думаю, что стыдно отсиживаться. Надо идти помогать, чтобы стыдно не было за прожитые годы. Сейчас Фёдору Юрьевичу 95 лет. Кроме волонтёров, его периодически навещают сотрудники патронажной службы. Сам ветеран говорит, что самое ценное для него – это общение с подрастающим поколением. Детство – это фундамент. И каким ты будешь человеком, начиная с детства, таким ты и останешься. Поэтому в детстве это закладывается в фундамент жизни.